Всем привет! С вами Юля Симуля, а мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стыкеленбург. Вы смотрите 268 серию. Добро пожаловать! У нас с вами утро, пятница или понедельник. Блин, я путаю вечно пятницу и понедельник. По-моему, пятница. Я надеюсь, что пятница, потому что я в Sims обожаю субботы и воскресенье, так как дети дома, все хорошо, скучает. Джаред, Джаред, что ты скучаешь? Что все скучно-то? Иди, веселись! Я ему дала задание придумывать шутки, я думаю, что это его повеселит. Повеселит? Иди давай, веселись! Вот, в этой серии я хочу побольше времени уделить Лили. Лили, давай мы тебя в туалет отведем. Ой, боже, у нас же Кристал ночевала! Я забыла! Ёлки-палки! Все, ей уже пора, она уходит, но она уходит ненадолго. Я надеюсь, что она к нам вернется в этой серии или в следующей уже в качестве члена семьи. Да, я надеюсь, что Кристал к нам в этой серии переедет. А может быть и не переедет, посмотрим. Вот, ну... О, сожри его, Жрулька, я тебя прошу, сожри! Он несет нам счета! Скотина, он счета нам несет! Кто оплатит счета? Давай, иди, 10 тысяч. Ну, ладно, Жрулька, ну съешь его! Ну, он, видишь, какой злой! Принес нам счета, Жрулька! Ну, понимаешь? Почтальон, ты не хочешь тортика? Очень вкусный тортик, просто обалденный! Ты попробуй, ты попробуй у Жрульки сожрать тортик! Лен, не ведется! Никак не хочет он есть тортик! Ладно, давайте мы оплатим счета и покормим Жрульку! Так, Лили у нас пошла в туалет, давайте ей немножко поднимем потребности. Блин, она у нас спать хочет, придется, наверное, ей зелье давать. Все, 10 тысяч, минус 10 штук, вот так вот. Ну, хоть не 20, все-таки нормально как-то. Да, можно было бы, так сказать, и на больше. Если бы у нас у Глории не было черты характера бережливой, то мы бы потратили на оплату налогов намного больше денег. В общем, ребят, я в этой серии планирую, чтобы Даррен и Лили сходили на свидание, так как это уже будет их последнее свидание. Возможно, мы потом будем играть Дарреном, давайте Даррена уже сразу. Не надо посуду, посуду потом кто-нибудь помоет, иди в туалет. Я думаю, что потом, может быть, если будет время и возможность, и вообще все, мы это успеем, может быть, Даррен будет просто ходить и навещать Лили, смотреть, как там они с племяшкой. Нет, подожди, подожди, Лили, я тебе зелье дам, не надо, я хочу сегодня тебе уделить внимание побольше, поэтому давай-ка ты у нас выпьешь зелье замены сна, да? Да, да, у нас есть зелье замены сна, пусть его выпьет Лили и чувствует себя превосходно. Вот, и Даррен ее пригласит на свидание, в общем, все будет отлично. И мы, к сожалению, попрощаемся с Лили, но что-то, что-то надо делать, надо что-то думать, чтобы мы могли переселить Кристалл, и единственный вариант, это, к сожалению, отселить кого-то из стыки Ленбургов. Так, давайте выберем действие пригласить на свидание, выберем, конечно же, Даррена, и отправимся с ним куда-нибудь. Ребята, куда бы нам с ним отправиться? С ней, точнее. Подождите, а что вы-то, что это вы не отправляетесь? Я ждала, вроде бы, задания, давай, Даррен, ты выберешь действие пригласить на свидание. Что-то Лили не зах... Блин, я сама отменила, кто звонит, кто звонит, подождите. Мне показалось, что там опять был Маркуша, что-то у меня глюки, что ли. Здрасте, мы хотим, чтобы вы вступили в наш клуб. Фигушки, не вступим, не надо нам непонятные клубы, мы вас не знаем, и вообще мы не при делах. Давайте мы пригласим Лили на свидание. Вот, Амелия бабушка уже, Виктория бабушка, а Лили у нас молодая. Давайте... О, кстати, я забыла вам, ребят, сказать. Да, что я забыла сказать. Лили у нас переедет навсегда, и мы ей не давали зелье омоложения. Да, Лили мы зельем не поили, а она у нас уже должна скоро стать бабушкой. Поэтому мы ее напоим зельем и отправим, и отправим к своей племяннице. Так, куда бы нам отправиться? Слушай, Даррен, а где у вас было первое свидание с Лили? Ребят, вот хоть убейте, я не помню, где у них было первое свидание, вообще не помню. Познакомились они, насколько я помню, дома у Лили, когда Шарлотта пошла знакомиться с Кристианом и взяла с собой Даррена, подростка уже. Да, они познакомились, они маленькими знакомы не были, они познакомились в подростковом возрасте. Я помню, ребят, в этой кафешке, она маленькая очень, в этом баре, у них было свидание. Я не знаю, стоит ли их туда опять переть, оно просто не очень удобно, это кафе. Не стоит, наверное. Давайте мы в Ньюкрист, а что, у меня в Ньюкристе, наверное, вообще ничего нет. А, у меня же есть спа-салон, магазин, к Брухтану давайте запремся. Не, к Брухтану мы не пойдем, конечно же. Коктейль-бар, боже, я не знаю, куда их отправить. Давайте пусть сходят в спа-салон и нормально там будет. Для последнего свидания, наверное, не, спа-салон не то. Не, не хочу в спа-салон, я просто хочу выбрать такое место, ну, чтобы они как-то могли отдохнуть вдвоем. Спортивный зал, да нет. Лили, конечно же, девочка спортивная, но что-то мне не хочется. Коктейль-бар. Давайте мы их отправим вот в этот коктейль-бар. Давненько мы здесь не были. Итак, мы прибыли, ребят, в коктейль-бар, но я что-то передумала, не совсем передумала. Я их отправлю не в коктейль-бар, а отправлю их, блин, как эта штука называется, я не знаю, на набережную, короче, я их отправлю, потому что есть здесь замечательная скамейка. Мы здесь вообще мало были. Я помню, что вообще в летсплеях у меня только один раз я здесь устраивала Симом свидание. Это было свидание Бурухтана и Мари Грей. Да, это было в летсплее на работу. Так, Лили, тоже на лавочку, бегом на скамеечку садись, иди присаживайся к своему маленькому дарыну, к нашему маленькому дарыну. И, к сожалению, это будет ваше последнее свидание, но нужно его провести, нужно хорошо посмотреть сегодня на Лили, чтобы запомнить ее. И я вам уже опять повторю, что я хочу дать ей зелье омоложения, потому что она до взросления ей еще аж три дня. Зелье молодости мы не пили, и по правилам мы можем ей его еще раз дать. Получается, она станет намного старше, ой, господи, намного младше дарына. Но ничего страшного, ребят, я думаю, что мы будем ее тогда просто больше видеть. Да, я знаю, вы мне сейчас напомните о том, что я нарушала правила в 200-й серии. Вы знаете, что я люблю делать исключения из правил, уже несколько раз делала, и в честь 200-й серии. Когда еще Амелия и Лили у нас были... Господи, что такое? Заново почитать? Нафига тебе заново? Ну, читай ты у нас, дедушка, любишь почитать, пока ждешь свою супругу. В общем, просто у нас повзрослели Лили и Амелия, и для того, чтобы они были одного возраста с Викторией, я, короче, откатила им возраст немножко. Вот, и теперь уже и Лиль, о господи, и Виктория, и Амелия у нас уже как бы постарели, и Лили тоже уже черед через пару дней стареть. Но я не буду этого делать, потому что все-таки зелье омоложение мы не пили, а значит, можем его выпить еще раз. То есть, не еще раз, а вообще просто выпить. И мы воспользуемся этим шансом, тем более так, как мы Лили отселяем. Короче, Лили будет жить по соседству, она будет жить плюс 20 лишних дней, это просто хорошо. Мы будем ее навещать, я думаю, что Дуглас будет ее навещать, может быть, даже наш маленький Даррен будет иногда к ней приходить. Давайте какие-нибудь романтические действия поделаем, поцелуем ее, все-таки это у них свидания. А он тут что-то такое рассказывает страшное, что ты страшное рассказываешь? Не надо, Даррен, пожалуйста, рассказывай что-нибудь хорошее. Вот, и я думаю, что Дуглас, конечно же, будет к своей маме ходить в гости, вот, к своей, к своей, господи, а кто она ему? А, она ему, тетя, а нет, она двоюродная сестра, да? Троюродная сестра. Боже, кто Миранда Дугласу? А мы, может быть, можем посмотреть в родословной, если нам покажут, если это все у нас еще есть. Так, Миранда, Миранда, где у нас Миранда? Нет, что-то не показывается это, может быть, вот так мы посмотрим, если у Дугласа... Он что, Миранду не знает? Ну, вот это да. А я не знаю, ну, сейчас, как же посмотреть, кем приходится Миранда? Миранда... Ну, Миранда есть у нас, вот, Миранда Бэнкс. Она, получается, двоюродной, двоюродной сестрой для... Да, она двоюродная сестра. Ну, короче, Дуглас будет посещать свою маму и свою двоюродную сестру Миранду и будет ходить к ним в гости. Вот, Даррен тоже будет приходить к Лили. Вот, он понимает, что вот Мирандочке тяжело. Вроде бы, как, ребят, Миранда беременная. Да, мы же придумали историю, что Миранда беременная. Я думаю, через серии 5 мы ей ребеночка сделаем. Вот, и что Лили переехала, чтобы помочь своей племяшке. И, вот, будем ее навещать и будем ее часто к нам приглашать в гости, конечно же, чтобы ее побольше видеть. И так как она будет жить на 20 дней дольше, то, я думаю, что видеть мы ее будем чаще. Она вообще будет самым, самым долгожителем из всей нашей семьи. Почему? Потому что раз мы ей... Короче, будем... Это получается, что она два зелья молодости, считайте, выпила. Такое не выпадало ни одному Стокелинбургу. Самый, наверное, долгоживущий сим будет в династии Лили. Так что, ребят, не расстраивайтесь, что она от нас переезжает. Она дольше всех будет жить. И тем более, у нее еще есть черта характера. Ой, простите, не черта. У нее здоровый образ жизни 9 и фитнес у нее 10. По-моему, она должна прожить еще на дней 10 больше. Короче, переживет она, я не знаю, до 10-го поколения доживет. Нет, до 10-го, конечно, не доживет, но я надеюсь, что жить будет долго. Ой, ребят, мы же не выполняем ничего по свиданию. Давайте, что ли, анекдот расскажем какой-нибудь веселенький. Давай, расскажи исторический анекдот Даррену, чтобы свидание, ну, не совсем фуфловое было, а чтобы хоть как-то у них отличное с Дарреном отношение. Вот, и я думаю, что, ребят, прямо с этого свидания мы отправимся в гости к Миранде, потому что будем считать, что вот Миранда позвонила Лили и сказала, что вот ей стало плохо. Токсикоз у нее, рвота постоянная, и Лили сразу же помчала к своей племяннице, чтобы быть с ней рядом, и Даррен это, ребят, поймет. Вот, я надеюсь, что это поймете и вы, потому что я хочу устроить нормальную жизнь для Дастина. Я хочу, чтобы у него была жена молодая, я хочу, чтобы у него родился ребенок, и чтобы мы на это все смотрели. Вот, я очень люблю Лили, но нужно уделять внимание всем, и я пытаюсь быть ко всем, я не знаю, всех любить, и ко всем справедливо отнестись, и никого пытаюсь не обделить. Но в данном случае мне нужно с кем-то расстаться. Вот, да, с маленьким Дарреном я просто расстаться не могу, потому что он, ну, как бы кровный стекеленбург, и все-таки самое логичное, что мы можем сделать в этой ситуации, это отправить Лили к Миранде. Так, ребят, ну все, я думаю, что мы еще раз, наверное, поцелуем Даррена. Даррен, давай мы тебя поцелуем, маленький Даррен, иди, мы тебя поцелуем еще разочек, сделаем еще тысячу миллионов скринов, потому что я люблю все скринить, вам это, может, не очень нравится. Ой, даже массаж делает Лили Даррену. Вот, замечательно, у них вышла пара, я думаю, что все у них хорошо, и Даррен будет, конечно же, приходить и поцеловать. Да уже сколько раз целовались, ну давайте, я золото хочу, давайте еще раз поцелуйтесь, страстно, давайте страстный поцелуй. Вот, Даррен уже, кстати, пожилой, давайте я вам, ребят, пока возраст покажу, ну вот так. Уже половину прожил старости Даррен, скоро умрет. О, боже, день рождения, завтра день рождения у Джареда, хоть бы не забыть Делье молодости, дайте мне, ребят, не забуду, потому что это уже последний шанс, ну, в принципе, у Эйприл еще 7 дней время есть выпить Делье, 7 дней у Глории, Дастин только помолодел, у него еще все впереди, 3 дня до взросления. Мужик, ты что пришел, мы тебя не звали, и 7 дней поле, это кто такой? Ты что пришел, Семен Капустин, мы тебя не... Эй, ты что, сейчас Даррен будет ревновать, вот, 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 ну началось. Ты что, вообще офигел, мы тебя не звали, ну, и все, Даррен в ярости, мужик, пошел вон, сейчас мы его прогоним, иди отсюда, иди, ты все свидание перепортил. Лили, зачем ты ему ручкой помахала, видите, Даррен теперь, вот, и, в общем, Даррен говорит, ну и все, езжай к своей племяннице, что же это такое? Даррен, а сам-то рыло-то в пушку к Виктории там захаживаешь? Ну, ребят, слава богу, с Лили у них отношения не испортились, а только с Семеном Капустиным, на Капустина нам пофиг, мы Капустину сейчас еще наругаем его. Лили, я тебя прошу, не, не общайся ты с Капустиным, общайся только с маленьким Дарреном, а Капустин пошел вон отсюда, Даррен, скажи ему, уходи, нефиг нам приставать, это жена наша. Ты вообще, что себе позволяешь, Капустин, иди, пошел вон, выпусти, давайте выплеснем ему напиток в лицо, потому что, что это такое, он к нашей, да к жене, да вообще, вот так тебе, понял? У нас Даррен, вообще, он еще тот парень, он, давай, устрои громкую сцену и скажи, ты что к чужим женам это самое пристаешь, вообще обнаглел, ты что думаешь, если я старый? Да ты сам вообще старый, да ты еще старее, чем я. Насмехаться, давайте будем над ним насмехаться, провоцировать все, скажем, ты вообще отстойный мужик, ты себя вообще в зеркало видел, да ты страшный. Да, Лили, что ты не понравишься, а Лили вообще сидит довольная, за нее мужики ругаются, сейчас свидание превратилось в цирк. Так, что мы, драться, конечно же, мы его побьем еще, потому что нефиг нам, а Лили тут воздушные поцелуички, куда убегаешь, куда убегаешь, сейчас маленький Даррен догонит и наваляет тебя. Давайте подеремся, подожди, Лили, сейчас за тебя будут драться мужчины. Впервые в династии Секеленбург происходит дама, ой, драка из-за дамы сердца. Маленький Даррен очень, рассердился и решил набить морду, ой, мужик убегает, ах ты трус, ах ты трус, ты стой, Капустин, стоять, ты что испугался? Ну, я понимаю, что, какой поболтать, драться, мы его бить будем, я хочу его побить, мило измениться, сейчас я тебе изменю, извинюсь, мы драться будем с ним, стоять, подожди, мужик, ты что? Он испугался, ребят, ну что такое, я хочу первую драку в династии Секеленбург из-за женщины, чтобы произошла драка, чтобы за девушки подрались из-за жены. Не хочет Капустин драться, давайте его позовем, Капустин, ну стой ты, позвать. У него радикулит, у Даррена тоже радикулит, кому сейчас легко, Даррен вообще спать хочет? Так, мужик, давай, мы тебя позовем, иди, во, идет, идет, отлично, сейчас будем драться, сейчас мы будем драться, Капустин, наругаем его еще, обязательно наругаем, потому что нефиг приставать к нашей жене. Маленький Даррен такое не прощает, давай, нападай на него, давай, покажи ему, где раки зимуют, ах ты, ты, чё, к Лили пристал, свидание бронзовое. Джареду через час на работу, давай, подерись, покажи ему, вот сейчас, наш маленький Даррен, ребят, должен победить, я в него верю, давай, Даррен, покажи на все, что ты способен, у тебя фитнес хороший, ты ламой работал, ты, давай, наваляй Капустину. Ну, подождите, что-то мне не нравится, да ну нафиг, не-не-не, Даррен, ты должен победить, Даррен, я в тебя верю, ты, мы же, да, молодец, мы же навык не просто так прокачивали, все, Капустин, будешь знать. Ой, там Амелия бежит, да, Амелия, Амелия уже старенькая, я ее по костюмчику узнала и по шапочке, потому что она в этой шапочке, в этом костюмчике бегает еще с самого подросткового возраста, вот такая она у нас уже бабушка. Так, ребят, ну все, подрались и теперь пора в гости идти, в общем, давайте будем считать так, что Лили тут в планшете написала ее племяшка о том, что ей стало плохо и, в общем, они с Дарреном просто руки в ноги и мы берем еще с собой, не только Даррена, потому что уже со школы пришел Дуглас, мы еще с собой Дугласа берем, потому что он родственник тоже и, в общем, всем семейством нашим отправляемся в гости к Миранде. Блин, где маленький Даррен? Что-то я его седым уже найти не могу. Так, Мирандочку давайте тоже возьмем, чтобы вдруг ее, не дай бог, дома не было, ну и Карлоса, я надеюсь, что они все будут и отправимся к ним домой, вот, и, к сожалению, нам придется там оставить Лили, но, ну, в общем, я думаю, что, ребят, вы меня понимаете и, в общем, соглашаетесь с моим решением, очень нелегким, сложным, я долго, честно признаюсь, я очень долго думала. Итак, ребят, мы прибыли в гости к Миранде и ее мужу, да, будем считать, что они уже муж и жена, молодые муж и жена, поженили мы их в прошлой, по-моему, серии, да. Да, Карлос и Миранда, они у нас еще молодые, зеленые, слушайте, а, по-моему, у них разного цвета глаза или нет, они одинаковые вроде, но они же как бы племянница и тетя похожи, похожи, очень, Миранды похожи на Лили, поэтому я, собственно, даже не задавалась мыслью и решила, что Миранда не будет претендовать на сердце Дастина, потому что она очень похожа на Лили, ну, как, ну, есть у них общие черты лица, так как они родственники, и поэтому я думаю, что нам одной Лили Бэнкс хватает. Да, кстати, я немножко изменила им тут дворик и поставила фонтан для красоты, вот, еще тут можно поиграть, давайте пусть, наверное, полазает. Блин, давайте Полли возьмем с собой, мы Полли уже давно не видели, отправить сюда Полли, пусть Полли и Дуглас, нафиг им взрослые, давайте мы Полли отправим и Дугласа, наверное, поиграть. О, давайте поиграем с Дугласом, пусть Полли с Дугласом поиграют в фонтанчики, вот, Лили, конечно же, пообщается со своей любимой племянницей, единственной, похвалит дом, скажет, что дом вообще просто шикарный, ну, в принципе, в доме нифига не изменилось, но мы все равно похвалим, скажем, что она молодец, что мы рады, что она вышла замуж, обсудим изменения в городе, и вот Миранда скажет ей, что она беременна, и ей очень нужна помощь ее тете, потому что больше помощи ждать не от кого, так как уже и родители умерли, ну, в общем, время прошло, и у нее, к сожалению, вот из родственников осталась только тетя, на которую она может положиться, и тетя с радостью решила ей помочь, даст ей кучу советов по кулинарии, потому что тетя у нас готовит очень хорошо, и развила у нас и навык выпечки, и навык готовки, я думаю, что Мирандочке будет, чему у нее поучиться. Так, кто звонит? Здравствуйте, это Эмили, хотите сегодня встретиться? Дорогуша, не хотим, у нас сегодня мы прощаемся с Лили, поэтому я бы вот в другой раз, конечно же, да, так, извини. Так, у нас решили фонтанчики поиграть Поли и Дуглас, замечательно, пусть играют, они у нас не захотели становиться криминальными напарниками почему-то, поэтому мы стали криминальными напарниками с Вики, ну, тоже пусть играются детишки, вот, давайте на поле хоть побольше посмотрим, боже мой, Амелия, она как специально везде пробегает, красуется перед маленьким Дарреном, вот, ну, для маленького Даррена она хорошая подруга, а маленький Даррен, он считает, что он тоже, как и маленький Дуглас и маленькое Поли, такой же маленький и может прекрасно, короче, играться вместе с детишками, вот такой, хоть и дедушка, но очень изорной и ему все нипочем. Вот, давайте мы, наверное, Лили зайдет в дом и что-нибудь приготовит, да, Карлос, они это самые нестеснительные, взял, пошел, покушал, наверное, нас сейчас будут ругать, да, наверное, нас сейчас будут ругать, но все равно мы что-нибудь сделаем, потому что надо покормить, киш, что за киш, господи, что это за блюдо такое, ну, давайте пойдем киш приготовим, иди готовь киш, сейчас на тебя наедут, ну, а что, как говорится, делать, о, куда все подевались, куда Даррен, Даррен, кстати, сердитый, он очень любит, он не любит детей, он сам хотел поиграть в фонтанчике, ну, это ж сын твой, ой, елки-палки, ну, вот, что вы творите, ну, я вообще не знаю, вообще кошмар, иди к жене, иди, дай ей совет по кулинарии какой-нибудь, посмотри, какая она у тебя хозяюшка, расторгнуть дружбу, не надо ни с кем дружбу расторгать, иди просто пообщайся, вот, на кухню иди к Лили, на Лили еще раз посмотрим, ребят, внимательно, потому что сейчас, я думаю, у нас будет совместный ужин, и мы уедем, вот, и оставим Лили, к сожалению, здесь, вот, что вы ругаетесь-то, Поли, ну, дядя вроде неплохой, кстати, я вот думаю, что нам нужно будет в ближайшее время пойти где-нибудь пошалить ребятишкам, потому что Дуглас и Поли у нас не шалили, а у нас, ну, и Миранда, а Миранда только для себя приготовила, смотри, какая тетя твоя молодец, готовит для всех, на всю семью, давай, иди, пошли, воздушные, ну, Лили, давай, до гота, а, в туалет, ну, подожди, ну, потерпи, давай, киш свой делай, мне интересно, что это за блюдо, что за киш-то такой, давай, делай киш, мы вообще сегодня весь день уделили, правда, что семейки Даррена и Лили, а на других внимания не обращаем, но, ребят, нужно по-нормальному попрощаться с ними, вот, с планшетом пошел играть Дуглас, давайте посмотрим вообще на этот дом, где мы оставим Лили, здесь у нас фотография Селесточки и Тревора, и, кстати, Селеста умерла на этом месте, не знаю, ребят, буду ли я приходить за урной Лили, не знаю, посмотрим, что, недопустимое поведение, да мы киш приготовили, что, вообще офигел, давайте мы ее в туалет еще отправим, а то мы не доготовим этот киш, не знаю, как он будет выглядеть, так, мы киш все-таки должны приготовить, поэтому, пожалуйста, это самое Карлос, не убирай и не выбрасывай эту миску, давайте возобновим, здесь у нас фотография Селесточки и Венди, фотография Даррена и Амелии, конечно, может быть, она здесь не очень уместна, но это детская фотография Даррена с его одноклассницей, Лили не знает, что у них были там какие-то отношения, поэтому, я думаю, не стоит ее удалять, а Даррен со своим папой Тревором, боже мой, вот это вот фотография маленького Даррена и Лили, как они изменились, ребят, здесь они совсем еще подростки, а сейчас уже какие взрослые, взрослые, с другими прическами, ой, и что у нас здесь, здесь у нас Селесточка Андрея и даже гном, кстати, давайте, наверное, сделаем фотографию, у нас есть фотоаппарат или нет, давайте, что, дом закр... Они нас что, выгнали? Офигеть! Говорит, пошли вон отсюда, что вы у нас готовите, давайте еще постучать, вас только что выгнали, возвращайтесь позднее, Поли, и тебя выгнали, девочка моя, и Поли выгнали, все понятно, нефиг было готовить у чужих, ну, в общем, ладно, ребят, вот так вот выгнали нас из дома, прикол, в общем, будем считать, что они нормально поужинали, съели этот киш, я не знаю, как он выглядит, мы обязательно еще вернемся в этот дом, а сейчас нам нужно уехать, к сожалению, да, ну, выгнали нас, бывает, с кем не бывает, давайте мы, наверное, выйдем в режим... Да я, наверное, скорее всего, ребята, все сделаю между сериями, да, я выйду в режим изменения городка, я оставлю Лили в этом доме, мы ее отселим, уже в этой серии мы, конечно же, Кристалл не успеваем к себе поселить, мы это сделаем уже в следующей серии, а Миранда, мы можем подсмотреть за ними, что она делает, она вот киш пошла выбрасывать, по-любому, что там с кишем, я переживаю за этот киш, что с ним случилось, давайте мы в другое окно посмотрим, может быть, в другом окне мы увидим, что тут с кишем, по-моему, они его выбросили, ребят, да, ой, жалко, что окно такое маленькое, ничего не видно, ничего не видно, наверное, она его выбросила, ну и бог с ним. В общем, в следующей серии мы Кристалл к нам переселим и будем уже развивать отношения Дастина, Кристалл, планировать свадьбу и думать о дальнейшем пятом поколении, в общем, как-то так. Все, ребят, всем спасибо за внимание, если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, всем до следующей серии, всем пока-пока-пока.